Ола, амигасы, вечер, добрый, с вами Квантом, и добро пожаловать в сегодня продолжение Огарной Фермы, или же начало новой истории. Сегодняшний ролик будет на новой и очень сложной карте. Я специально решил поиграть на двух разных картах, и показать это тебе. Ты же в свою очередь в моем телеграм-канале можешь проголосовать. На какой карте нам стоит продолжать играть? На прошлой карте, где мы посадили виноград? Или на новой карте в горах? Переходи в телеграм и голосуй. Ссылка на мой телеграм в описании под роликом. Ну а также можешь написать в комментариях. И давай договоримся, вы собираете 65 тысяч лайков, и я сразу же выпускаю новую часть фермы. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Начинаем. Привет, Антон во Фрэнк, и добро пожаловать в сегодняшний горный Швейцарий. Как мы здесь оказались? Ой, очень сложная, долгая история. Нас выгнали из Америки, и мы решили осесть вот здесь. У нас есть участок, у нас есть поле, нам нужно работать. Тяпку взял, пойдем на поле. Я вот рядышком купил поле, у него даже номера нет. Вот здесь прямо по курсу беги. Не, ну нам сейчас нужно взять самые дешевые трактора. Это поле. Вот если мы вот прямо здесь поле сделаем. Вообще топ. Но оно кривое будет. Ну и что? Природа такая кривая. Так, хорошо, я беру трактора, значит нам нужны трактора. Нам нужно самое дешевое, вообще из дешевых. Вот прям максимально по хардкору. Ну ты зря так, а мне такой выбор даешь, потому что я сейчас... А-а-а-а-а! Братик! Тап нажимай. А-а-а, сейчас... Сейчас нажимаю. Твою мать! Сини трактор едет к нам по полям, по полям! Сини трактор едет к нам! За что? Даже трактор медалиста в Америке, который стоит дороже, чем наши трактора сейчас. Но у нас денег действительно очень много, мало. Я тоже трактор взял, Антон. У него 25 максималка, ты что за гадость такая? У меня 20 вообще. Триндец, всё, короче, Антон, поехали. Нам нужно... У нас всего 478 тысяч. У нас нет ни дома, ни гаража, нет ничего. Нам нужно купить по-хорошему поля. Ну, чё делать? Нам нужно, короче, два плушка брать. Вот таких вот, Антон, бери. Ну, блядь. Смотри, кинем, малюсенький. Пойдём. Нам вообще по-хорошему можно купить чё-то поля и убрать его. Спасни, блядь, за трактор спасибо. Мне нравится, блядь. А что у меня? Посмотри, у меня подвеска независимая. О! Ты видишь? Его перекосило. А, ну всё, забей. Доедь как-нибудь до дома, там на месте разберёмся. Я не еду! Подними его. Так ты бетон, потому что пытаешься пахать. Конечно, ты не едешь. Серьёзно? Подними? Хорошо, поднял. Поехали, блядь. Ну, там как-нибудь остановлюсь и поворачиваю. Мне не нравится. Как мне разворачиваться? Бляха, муха. Я сейчас противовесу. У меня спереди... Нахрен ты мне его купил! Он пять тысяч всего стоил, блин. Трындец. Минус бабки. Мы только начали. От души просто офигенный трактор. Ты понимаешь, что твоё трактора сейчас... Браво. Уёвость и перекуп. Это трактор для тебя. Твой трактор стоит гораздо дороже. Мой трактор стоит пятьдесят с чем-то, а твой трактор стоит восемьдесят семь. Поэтому тебе самое лучшее, братик. Еман, он сорок один едет. Э, у меня двадцать пять всего, он едет. Поехали домой. А справа участок, который мы купили. Трава нахитистая, склошная. Как мы будем с тобой это всё сейчас разрабатывать? Делаем всё красиво, чтобы поле было ровное. Чтобы оно не было зафоршмаченным. А нам нужно большое поле или маленькое? Ну, блин, сколько мы хотим зарабатывать, в зависимости от этого. Рын, да, просто. Нам это хочется с полгода ковырять, Антон. Какое у нас... Тупо не поле, у нас грядка. Фиг поймёшь, что мы делаем. Нет, слышишь, Антон, в принципе, когда-нибудь мы это закончим. И всё будет хорошо у нас. И тут будет что-нибудь раскидить. Когда-нибудь. Нет, это стрельба на долго. Ты говоришь, это как грядка у бабушки, блядь. Не, ну слушай, поле тогда выглядит аппетитно уже у нас. Тут вообще газон был раньше какой-то. Трава. Бурьян. Слышишь, а может мы косилку купим, накосим травы? А мы можем контракт у кого-нибудь взять сейчас? Не, ну триста тысяч, блин, тренда. Там у нас было миллион, у нас куча урожая было в бункере. Недоразвитый плужок маленький. Почему мы маленькие взяли? Мы не потянем их, Антон. Если мы возьмём большой, знаешь, какую скоростью будем ехать? У нас скорость будет 34 километра в час. Это будет ещё хуже. Сколько нам ещё нужно так вот шмачить? До конца. А что ты быстрее едешь? 12 километров в час у меня. Я под горку еле еду. И обгоняй меня, я не могу ехать. Арендовать. Десять тысяч. Пусть будет так. Так, я его взял в аренду. Я не могу, братик. О, нормальный трактор. Так бери тогда самую большую эту, села, о, не села, как она называется-то. Он самую большую не потянет её, Антон. А как он потянет? Три с половиной метра. Еман, он здорово, окна, как с ним ездить по городу. А, ебать, он огромный. Куда приятнее. Блин, нужно было сразу брать этот огромный плуг, а не вот эту шнягу, то, что мы сделали. Охренеть, он, кстати, реально много захватывает. Поверь, мы сейчас бабок сэкономили, мы можем трактор купить себе, потому что мы бабок сэкономили. Нет, нет, нет. Помни про пассивные. Бля, дайди нафиг. Хоть купить, блядь, не вся работа. Обалдеть, оно огромное, Антон, ты гонишь, оно здоровое. Мы тупо сделали огромное поле. А что, культивировать что нужно сейчас будет походу? Ну да. Удобрено, 50, оно что и удобрено, оно сприкинь. А, кстати, да. Вот это поле, оно должно быть нашим, Антон. А что тут растёт? Канола. Оно классное и большое. Участки, сколько оно стоит? Вон. 180. Оно не собрано, всё, я купил, это наше поле. У нас 182 тысячи осталось, Антон. Давайте сейчас соберём это поле. Антон, на 180 тысяч осталось комбайна, один в аренду, наверное, 1070 будет стоить. Да ну нахуй. Сейчас я посмотрю. Нужно, короче, взять маленький комбайн и позвать кого-нибудь, что я буду сейчас на нём убирать. Ну давай попробуем, возьмём его в аренду. Я взял. Он большой достаточно. И жатку к нему для пшенички. А тут какой-то класс прикольный есть. Они вообще неподъёмные, Антон, будут. Ну не, нормально, быстро уберём. 160 тысяч осталось. Нормально живём. Нужно прицеп. Ну прицеп я куплю точно, потому что прицеп нам нужен будет всегда. А вот, ну он всего 17 тысяч стоит. У нас аренда комбайна стоит 15 тысяч. Ну какой арендовать купить нужно? Всё, погнали убирать это поле. Комбайн у нас есть, трактор есть, прицеп есть. Прицеп причём купленный наш. А, 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 сейчас солому собрать можем. А комбайна даёт солому, интересно? Да, она даёт солому. Данная культура не даёт солому, Антон. А, блин, жалко. Жалко, что капец. Еман, он раскидывает его. А ты помогаешь, ты там со мной идёшь, поддерживаешь меня морально, да? Я жду, когда ты... Вау, поезд европейский. Я жду, когда ты развернёшься. Почему ты такая чёрная? Какие семки какие-то, нефть наполилась. И всё это, всё, что я убрал, Антон, больше нет. Нахрен мы это поле пахали, мы могли бы сразу это поле купить и всё, Антон. Я думал, он тут все по 600 тысяч стоит. 20 тысяч литров набиваем, уже жить проще, уже поприятнее. Хотя бы отбили комбайн и жадку. 5500. А овёс даёт сено, правильно? Сено продаётся, оно нормально продаётся. Не сено, а солома, солома это то, что не питательное, а сено то, что питательное. Я тут собирал, собирал, ты пришёл и забрал у меня всё, тебе не стыдно вообще? Мне просто интересно, это же на самом деле вопрос, а будет ли полное наполнение? Ну это просто очко, не поле, это очко не ситуация, в которую мы попали. Мы сейчас даже кури поставить не сможем, понимаешь, что один курятник стоит 100 тысяч, если мы его и поставим, то мы кури туда не купим. Ебать, реально, у нас столько было курятников? Да! Ебать, я никогда не вдумывался, сколько они, 100 тысяч. Мы это уберём, нам нужно будет лечь спать. А прикол в том, что у нас даже нет дома, нам даже негде лечь спать, мы не сможем лечь спать, чтобы скипнуть месяц, Антон. Блядь, у нас нет дома! Нам ещё нужно построить дом, в который мы сможем лечь спать. Там есть вообще вагончик за 2500, ну ладно, мы поставим вагончик. Блядь, давай пока будем, ну как бы хардкор режим. Нам эти поля даже обрабатывать нечем. У нас есть вся техника в аренде, кроме двух трактороза чуханных. Нам ещё нужны поля засеять, да, купить семена, купить всю эту технику, которую это будет засеивать. А ещё это поля прокультивировать нужно будет. Не знаю, как это мы придумаем, но чё-то... Ой-ёй-ёй, Антон. Ой-ёй-ёй. У меня... Почти, почти, почти. Всё, Антон, не властью больше. Ладно, я с тобой поеду. А куда продавать-то, где элеватор? Антон, за ним потрячу, как канола стоит, Антон. На Фельсбурн нам нужно ехать, там 1910 долларов стоит евро. Слушай, я думаю, канолу стоит сажать, раз она такая дорогая. Есть плохие новости, Антон. Какие? Для того, чтобы продать, нужно арендовать поезд. Бля-а-а-а-ать, пока оно стоит. Ну, тут вроде как станция, давай посмотрим перегрузки или нет, что это такое? Даже припарковаться, блин, негде, офигенное место. Ну, Европка, а где его арендовать, стоп? Подожди, ну мы приехали, он там выезд из карты. Короче, поехали в супермаркет, за 1600 продадим, мне кажется, мы выиграем. Потому что поезд, наверное, тысяча десять будет стоить аренда поезда. Всё, разгружаем, мы на элеваторе. пусть арендую скорее виду его я не могу арендовать ты мне права не даешь бляхам уходи разгрузи пока арендую поезд но могли бы просто сгрузить мнением это да мы отобьем любом случае о тетка а салон как будто бы это в л-80 антон приеду просмотров езда только американские поезда отличались умом и сообразительностью все я еду ячменя вез канола 22 тысячи литров 22 499 ой я завис и будет прикольно реально вылка а почему ага что возникла as трактор с прицепом который у нас приедет комбайна сгрузись из комбайна отвези в пункер азиус бункер ну тот которому разгружали пусть там будет тот бункер тоже сыпать можно пофиг понял все забирайте и до и потратили мы 81 евро 43 тысячи плюс мы отбили в общем комбайн отбили трактор одним полем братанчик живем это хорошая покупка варил помнил следующая я понял про контракты и как можно бабки зарабатывать на них дед предлагает нам 6 900 за культивацию поле поехали и что еще сделаю просто поставлю бота на выполнение контракта и вот просто контракт не пуль а антон подбеги сумму посмотри эту хрень скорей пожалуйста где фунт я вот и рядом с а все но я почти пришел заживала а еще посмотрю я могу наше поле культивировать если могу что наша польша проковырять это вообще будет топ типа его техникой да его техникой наше поле мы не пропадем с таким это машине инструмент зарезервирована для работы по контракту делайте сосон хитрожопой твари но ничем сейчас бота поставим мы все равно получим тысяч пять минимум мы цепляем его культиватор и цепляем наш арендованный если мы его культиватором стоп нужно попробовать тему сделать ну трактор то чего значит тянуть просто вперед всю эту историю работай дорогой зарабатывай нам денежки все мы выполняем контракт а зачем мы хотим садить пшеницу в августе да в августе мы не посадим в сентябре сможем посадить серьезно наш типа а зимы сажаются в сентябре-октябре так я думаю сейчас я плуги плуги нам нужны но плуги я сдаю короче максимально ущербными будет обалдеть а знаешь только вагончик стоит сейчас охренеешь 20 тысяч стоит ебанумба да надо было в траву прям поставить что это за хрень я не осуществляет приходит этого стрёмно антон где наш нормальный дом за что его подцеплять мы хотим спать можем антон уже смотри ёб твою мать нихуя себе роскошь зато у нас гараж крутой есть воу я бы в жизни что не прошел по ходу антон немножко бы нагнулся да у нас осталось 106 тысяч мы дубины вместо того чтобы тратить деньги на нормальные вещи просто купили сроду сырой сейчас бот закончен контракт и мы пойдем ляжем спать потом следующем месяце нам нужно будет сажать пшеницу стопа зачем я класс поставил же арендованный ваще не наш трактор я контракт он трактор деда но он с контракта да пофигу поехали попробуем себе на него бассейн тратили ну да попробуем зацепить силку наши трактора пусть стоят дома если не зацепится селка ну тогда плечо придешь заберешь свой трактор ёб твою мать думаешь не захотел мат так давай значит нам нужно сейчас селки и нам давай камеру если это сработать ях и давай-ка в принципе 5000 селка раз 5000 селка 2 пробую зацепить 11000 раз на аренду ушло средств ты мог дальнюю заодно нет нет подожди тебе нужно еще разложена и попытаться засеять что-то так-то вы поняли что зацепит ее нет и взломали систему это арендованный трактор причем арендовали его не мы работ в реале так делать нельзя в реале вам за это ты посмотри сколько семена удобрения стоит антон 367 800 что так дорого аккуратненько только не разнеси их о мы можем брать в аренду огромные трактора деда только не говори ничего поехали тополь наши засеем которые наши сверху потом когда мы вернемся обалдеть деда деда и там ждет трактор беспокоиться если еще его культиватор у нас в огороде лежит да этот еще и по правилам не умеет ездить он по британскому движению лего я из британии пришел яга вот наше поле офигенная этот культиватор помимо того этот это селка это культиватор это удобрятель и сеятель и культиватор в одном лице да пока мне он выковыривает нет если что он ко мне не убирает она сама удобрять сразу а что это маркера да по бокам да смотри это арендованный трактор ты наш трактор тренгес мы припахали просто редкостные в шоке ты помнишь что маркеры фаршматит поле ты понимаешь мы можем мы можем не покупать для трактора по факту мы будем брать трактора для контракта и смеет даваем поле давай этот план скам мы будем использовать самый крайний случай но это сейчас есть крайний случай последний наш баланс крайний сейчас крайним наебали деда но карму тоже надо иногда а ты охренел я в горку не еду совсем тракторов дизелек плохой братик у тебя трактор деда в общем нормальный у меня крутящего поболее хренеть блин можно офигенно с арендованными тракторами лайфхак вообще я в восторге мрази редкостные на самом деле не ночью если нам культиватор нельзя использовать значит мы можем трактор использовать без культиватора в чем проблема а сколько из урожая будет это поле мы сами создали только что мы его сами создали мы его сами сделали мы его сами соберем и сами продадим здесь трава росла антон вспомни единственная у деда трактор с пиздили бриджалка мы вернем его трактором то берем еще одно поле нужно убрать на тот которая возле посадить провозит сумма и канола растет офигенно просто сто процентов удобрено все поле одно засадили едем на второе поле капец люди ходят прикольно круговое движение поверните на право первый съезд не уехал антон там сильно не уезжай на а все четко мы закрыли поле второе все мы посадили бой мы самые красавчики просто учитесь делать деньги но никогда не делайте так в жизни не пиздите трактора пожалуйста это уголовно наказуемо причем но мы реально с камеры мы же на там еще и заработаем господи я еще бензин халявный потратил мне это еще не все мы еще пойдем порядка доделывать еще и нужно будет о подсветка сейчас нужно бы то еще утоптать поле трактора мы в аренду больше не берем антон спасибо как говорится вашей хате теперь наше поле нужно антон разгрузи все а то еще семена дадим нафиг за которым и потратили дофига бабок 2000 идеально взять в аренду еще один так нам только одно поле прикатать которая дома у нас быстрее бы вдвоем а я другое возьму нужен разбрызгиватель удобрений и по-хорошему купить бы вообще потому что нам пригодится разбрызгиватель удобрений так это пусть будет здесь и купить за двадцать пять тысяч бляха муха а нам потом еще опрыскивать нужно будет взять еще у нас у кого денег просить 49000 тонн у вас уже интересно мы камни избавимся от камня на нашем поле импровизировано трендественная трактор грязнющий хоть 20 как трактор деда выглядит овощи не застрялся еще и похоже на то что он только до поле обработал он вон серый блять вещь надеждит поверь что он поле обработал одно теперь наше поле избавляем от камней и все будет четко мага можете да исчезают кайф всю нас чуть перечислить поле ко всем уже будут приятно антон нам еще поля побрызгать нужно и все и можно будет ложиться спать цепляет уж не а куда поехали к цуму обратно не ну видно сразу же рабочие трактора не грязные триндец вообще офигенно у нас поле просто ровненько и красиво без камней еще без бурьяна будет антон мы это сделали мы закрыли эти поля мои лучшие про прости пожалуйста выехать подрезают нас ездят по дороге упыли антон он столько всего сделал для нас блять пока 5 700 мы получили с того контракта так мы все возвращаем потому что мы идем спать триндец ура сон нужны куры теплицы срочно хочу зиму видеть так там звук как будто там с бабками чуть не тонус далась как будто бы это была ферма первая часть на новой карте как тебе серия пиши в комментариях не забывай про подписки на канал наберем 65 тысяч лайков новая ферма не заставить себя ждать sul г г но